Путешествие между жизнями Однажды ко мне пришел человек и спросил Если вы используете гипноз, то могли бы вы меня отправить в мою прошлую жизнь? Тогда я был очень надменным и заявил, что подобными вещами я не занимаюсь И что я традиционной академической ориентацией в своем мировоззрении И что ему следует обратиться к кому-то другому Однако дальше случилось вот что Спустя несколько лет после того обращения Ко мне пришел клиент, жалующийся на боль в Баку Он сказал, что обращался уже ко многим врачам Делал рентген, и ему сказали, что это психосоматическая боль То есть причина в его мыслях И что если он просто забудет об этом, то и боль пройдет Но боль была настолько сильной, что он не мог высыпаться И он спросил меня, мог бы я отыскать ее корневую причину в его детстве? Мог ли я проделать регрессию в его детстве? Я провел такой сеанс и рассмотрел много аспектов из его детства Но там не было случая падения на острый предмет Или ранения ножом Ничего, что могло бы вызывать такую острую боль в Баку Не удовлетворившись такими результатами Я сказал этому человеку, который, кстати, очень быстро входил в гипнотическое состояние И это важный момент Потому что в этом ключ к той работе с прошлыми жизнями, которой я теперь занимаюсь Я сказал, отправляйтесь к источнику вашей боли Расскажите мне о первом разе, когда вы ее почувствовали И внезапно он оказался на поле боя во Франции во времена Первой мировой войны Воюя за британскую дивизию Вот так человек вдруг регрессировал в одну из своих прошлых жизней При этом продолжая лежать на моей кушетке А я очень скептичен по натуре И я попросил описать нашивки его дивизии на руке Что это за битва? Где он находится? С кем сражается? Потому что я не верил в то, что тогда происходило на сеансе Он описал все детали достаточно точно А я был любителем истории И поэтому знал, что он точен в своих словах Тогда я осознал, что это и был мой первый случай регрессии в прошлой жизни Я оказался в замешательстве, словно маленький мальчик, потерявшийся на кухне, когда мама не была рядом После того случая я осознал, что регрессия в прошлой жизни – это реальность Я, конечно, был скептичен и проделал много экспериментов, после чего прошло еще время И затем у меня произошел другой случай Почти случайно Ко мне обратилась женщина Которая жаловалась на одиночество и изолированность от общества У нее были чувства, словно она не является частью этого мира Она чувствовала себя дезориентированной в жизни, которую вела и среди людей, и вокруг себя И она даже подумывала о самоубийстве Я также начал работать с этой женщиной, но не касаясь прошлых жизней Мы работали с ее детством, под гипнозом пересматривая ее ранние годы И ничего такого не появлялось Но, как и в случае с тем мужчиной, я попросил ее Отправьтесь к источнику вашего одиночества и нехватки компаньона И опять же, она погружалась очень быстро и глубоко до уровня гипнотического сомнамбулизма Была очень гипнабельной И тогда она сказала Прямо сейчас я вижу всех своих компаньонов прямо перед собой И я не понял, подумав, о ком вообще идет речь Что за группа поддержки, кто все эти люди А она уставилась взглядом в стену моего кабинета и сказала Это мои родственные души Их там было восемь, и она писала, кто есть кто Я не мог в это поверить Мурашки пробежали у меня по спине Ведь тогда я говорил с кем-то, кто рассказывал о жизни между жизнями И это была область, с которой я никогда не имел дела Никогда не читал никаких книг об этом Да и не было таких книг, где бы даже затрагивалась эта тема После того случая я начал исследовать область пребывания между жизнями С тех пор постепенно моей практикой стала помощь людям Которые бы хотели узнать о своей бессмертной природе Ко мне стали приходить люди, интересующиеся, кем они на самом деле являются Кто их родственные души, что у них за духовная группа, для чего они здесь на земле и так далее Для меня это основные вопросы в жизни И психологическая польза их в том, что знание этих ответов поддерживает людей и придает им силы Вот как я пришел к тому, чем занимаюсь сегодня Какое мнение о терапии прошлой жизни у большинства людей? Есть два типа людей Одни понимают гипноз и его силу, они признают его реальность А я сам принял гипноз как медицинскую практику в 1958 году Что достаточно поздно, учитывая сколько лет он уже применялся Здесь я хочу отметить, что во время регрессивного гипноза люди не видят галлюцинаций Сознательный ум осознает, что происходит вокруг человека Это не если бы вы спали в кровати в глубоком сне в состоянии дельта волн вашего мозга Вы находитесь скорее на частоте альфа и тета волн Так что ваш сознательный ум может работать и помогать информации, возникающей из подсознания Гипноз, хотите ли вы в него верить или нет, зависит от вашего желания принять получаемую вами информацию как действительную По сути, это, конечно, не физика, где есть какие-то формулы, и здесь невозможно дать научного доказательства Я могу лишь сказать, что сначала я сам был скептичен относительно регрессии в прошлой жизни Пребывания между жизнями И что убедило меня в реальности этого Это мои пациенты, говорящие, что это на самом деле происходило С удивительной логичной последовательностью в своих сообщениях Неважно, были ли мои клиенты глубоко религиозными, либо атеистами, да какой-либо вообще философской принадлежности Будучи погруженными в глубокий гипнотический транс, все они рассказывали одно и то же о духовном мире и жизни между жизнями Что происходит, когда человек умирает? В момент смерти вы поднимаетесь над своим телом и можете взглянуть на него со стороны Сейчас уже есть много описаний около смертных опытов, также и вышло много книг про это Пережившие такой опыт выступали на радио и телевидении И они описывали, что они тогда чувствовали и переживали Однако стоит помнить, что в подобном опыте человек был мертвым всего несколько минут Иначе бы он не смог рассказать вообще, что было им пережито В моей практике клиент может на протяжении трех часов отвечать на вопросы обо всем этом Также клиенты находятся в расслабленном состоянии и это не какое-то травматическое переживание, так что они могут описать очень ясно, что с ними происходило Теперь стоит сказать, что существует два вида душ Одни более развитые, а другие начинающие души На самом деле видов душ гораздо больше, но сейчас я говорю только о двух У начинающей души мало опыта воплощении и иногда она имеет трудности в отделении от физического тела Такие зависают около земного плана и следуют на похороны своего тела Смотрят, кто пришел с ними проститься, кто принес цветы, какую дань уважения отдали их телу Было ли оно кремировано или зарыто в землю Такие души не готовы сразу покинуть астральный план около планеты Они могут быть дезориентированы и хотели бы вновь жить той же жизнью Есть и другой вид душ, которые воплощались уже много раз, очень опытные, и они покидают земной план очень быстро Оба вида этих душ после смерти тела, конечно, с заботой относятся к тем, кто остался из любимых Все души стараются вступить в контакт и успокоить оплакивающих их смерть людей Они пытаются как-то привлечь их внимание, посылать им сильные мысленные послания, чтобы было понятно, что они все еще живы Иногда это тяжело, потому что, переживая горе, человек просто не в состоянии замечать такие послания Так что души не могут сообщить что-то своим любимым в течение дней, а может недели, месяцев спустя Но намерение их в том, чтобы близким было хорошо Когда же они уходят с земного плана, то описывают яркий свет и тоннели, такие же, как в сообщениях, переживших околосмертный опыт Теперь позвольте объяснить кое-что важное Мы могли слышать о том, что при околосмертных опытах люди видят религиозных лидеров Но я не встречал ни одного случая за всю свою многолетнюю практику, кто когда-либо видел лидера какой-то религии Зато они видят своих духовных наставников Это любящие существа, учителя, которые приходят к душе после смерти тела и сопровождают их в духовный мир Также я бы хотел сказать, что вы можете встретить тех людей, кого знали в прожитой жизни, но кто ушел из нее раньше вас И это тоже очень прекрасное переживание Можно встретить свою мать, лучшего друга, брата или сестру Это очень трогательное и красивое переживание Как выглядят души? Когда только что умерший человек видит своих духовных наставников Или души ранее умерших известных ему людей, родственные души Они обычно видят проекцию знакомого им лица Они могут выглядеть знакомыми для только что умершего человека Или выглядеть так, чтобы умерший мог их легко узнать Так что лица и внешний вид может различаться Люди описывают их похожими на призраков, когда они подходят к ним И возможно из этого сложились мифы о привидениях Иногда они ничего такого не видят Они видят призрачный свет, сначала точку света, а затем призрачную форму А когда уже она приближается, можно различить отдельные черты Которые проецирует та сущность, чтобы быть узнанной Существует ли ад? Никто из тех, кого я погружал в гипноз, не встречал никаких демонов и не видел ада Мы слышали подобные истории от людей, имевших околосмертный опыт Пусть и немногие об этом говорили Но я считаю, что люди, заявляющие, что слышали крики, чувствовали, как их тащат демоны на какой-то трибунал Это похоже на религиозное нагнетание страха Подобного просто не было у моих клиентов Когда кто-то говорит о подобном околосмертном опыте Я считаю, что их сознательный ум уже был предварительно подготовлен для такого К тому же, эти люди не находились под гипнозом Они могли быть жертвой автокатастрофы или истекали кровью на операционном столе Их физическое тело подвергалось травматизации И как я считаю, их сознательный ум был перегружен всеми этими страхами и тревогой Которые они связывали с существованием после смерти И которые теперь проявились таким образом И они не описывают действительно существующие явления Как если бы их утаскивали демоны и вели на наказание Яркий свет и туннели реальны Но когда начинают сообщать о чем-то, связанном с сознательными страхами этих людей Я подозреваю предварительное обуславливание Мои клиенты рассказывают, что духовный мир — это место любви, прощения и доброты И что невзирая на те поступки, что были сделаны людьми на земле А люди могли творить злые дела, за которые бы их могли отправить в место подобное аду Ничего подобного мои клиенты не сообщают Они отправляются в изолированную зону, где им дают ориентировку Где разбирается, что они совершили и почему это сделали Также происходит переформировка энергии И я описываю этот процесс в книге «Путешествие души» Я только хотел бы сказать, что те люди, кто творил злые дела, в следующих жизнях по собственному выбору придут на землю как жертвы И это будет добровольным поступком Так что духовный мир — это не место страха и ужаса Что такое трибунал или суд? Позвольте мне объяснить, откуда взялась идея посмертного трибунала И это может быть отфильтрованным подсознанием человека Перед тем, как мы отправляемся на совет мудрейших душ, святых, древних душ Им дают разные имена Эти высокоразвитые существа дают пересмотр только что прожитой жизни Этим занимаются наши наставники Это все проводится ими в уединенной тихой обстановке Там мы успокаиваемся, набираемся энергии И мы можем отправиться в то место духовного мира, которое считаем своим домом Об этом еще мы поговорим, но сейчас я хочу сказать, что концепция трибунала — это не то, чего некоторые так боятся Представляя себе, как демоны осуждают и наказывают их за все грехи Эти высокоразвитые сущности — более великие учителя Они в своем развитии превосходят даже наших наставников С позиции своего знания, понимания и опыта И я могу сообщить, что наши наставники сопровождают нас в очень тихое, безмятежное место, где эти существа будут беседовать с нами Я хочу отметить, что некоторые клиенты видели только трех таких старейшин, а некоторые — до десяти, либо двенадцати Это все зависит и от индивидуальной души, и от ее духовной группы, от их развития и так далее Эти существа будут расспрашивать душу очень мягко о том, как она провела только что свое воплощение И как сама душа чувствует себя по поводу прожитой жизни Они спросят о ваших сожалениях, ошибках, но также и об успехах Так что это очень мягкий процесс, и каждый проходит его после завершения воплощения И некоторые также отправляются к старейшинам перед следующим воплощением, чтобы пересмотреть свою планируемую жизнь Эти очень мудрые и понимающие существа вместе с нами пересматривают наши прошлые ошибки И как бы мы могли сделать лучше нашу следующую жизнь? Существуют ли молодые и старые души? Идея о молодых и старых душах может вас сбить с толку Разрешите объяснить почему Вы можете быть старой душой и воплощаться с каменного века, но вы не усвоили свои уроки хорошо и быстро Так что вам понадобится пройти путь от начинающего до среднего уровня И затем к уровню более продвинутой души Просто потому что вам необходимо больше времени и жизни, чтобы проделать все, что надо сделать Я также знал всех, кто прогрессировал очень быстро Одна женщина воплощалась на земле на протяжении всего четырех тысяч лет И за это время развелась от начинающей до среднего переходного уровня Это быстро Это можно определить по цветам ауры, которые есть у души в духовном мире Однако эти цвета не связаны с аурой человека на земле По цветам их энергии я могу определить уровень развития души Мне потребовалось очень много времени, чтобы изучить все эти моменты Мне пришлось собирать этот пазл по кусочкам У меня не было сразу готовой картины во время первого сеанса с той женщиной В случае жизни между жизнями Мне пришлось серьезно поработать, потому что люди сами так просто не сообщают всю информацию И собрать все это заняло у меня много лет Также я бы хотел сказать, что я старался вести свою работу беспристрастно Когда я спрашиваю о наставниках, старейшинах и так далее Я говорю, что вы видите, а не сообщая, вы видите то или это Так что независимо от того, сколько сеансов с клиентами я уже провел Материал для них оказывается свежим Я задаю открытые вопросы Так что мне дают те ответы, что рождаются в их умах И наиболее интересные и полезные ответы приходят от совета старейшин Как насчет призраков? Среди людей существует заблуждение по поводу призраков Я считаю, что есть сущности, не покинувшие астральный план, потому что еще не готовы Они чем-то очень расстроены, возможно те люди были убиты и ищут отмщения, ну и так далее В мире душ никто никого не заставляет делать что-то Когда такие души готовы, им помогают перейти в другой мир старшие помощники Также могу добавить, согласно моему собственному исследованию по теме привидений Я верю в дуальность души У души есть способность жить параллельные жизни Разделять свою энергию между плотным и тонким мирами Так что может существовать и призрак с частью энергии на околоземном плане И в то же время можно обнаружить, скажем так, голографический образ той же души и в мире душ одновременно Мы никогда не прекращаем обучение И на самом деле никогда не теряем связи с миром душ Что такое группы душ? Группы душ это один из самых интересных аспектов моей работы Причина в том, что люди, которым я помогаю войти в контакт со своей группой душ Сообщают мне, что их уровень развития зависит также и от того, насколько продвигаются и остальные члены их группы Это дает мне большее представление об уровне развития индивидуальной души В каждой группе душ есть разнообразие личностей Там есть храбрые и кроткие души Есть пассивные души Есть души, больше помогающие другим и те, кто больше концентрируется на себе Есть души тихие и созерцательные И есть души весельчаки Исходя из этой информации, я могу во многом определить психологически тот тип группы, из которой происходит мой клиент И что я могу сделать, чтобы помочь ему в смысле уроков этой жизни и его предназначения Но есть и еще примечательный момент Все мы развиваемся с разной скоростью, идем разными путями и в разных сферах жизни Я люблю приводить в пример мужчину, которому понадобилось более 4000 земных лет для того, чтобы научиться справляться с ревностью В этом воплощении он не ревнивый человек Он крайне нетерпимый, мы как раз работали над этим, но он не ревнивый Такова была его конкретная проблема, над которой пришлось столько работать Но в его группе душ есть и очень терпимые, и они пытались помочь ему между воплощениями Вот что я имею в виду о показателях прогресса развития Также я обнаружил, что вся группа душ для развития касаются общих задач и проблем, и так они продвигаются совместно Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в сути своей они все почти на одном уровне развития В чем заключается предназначение жизни? Изначальный замысел для нас это изучать уроки, становиться лучше, понимать больше то, в каком моменте развития мы находимся и куда нам надо идти Причина, по которой это настолько важный вопрос, многие люди, с которыми я работал, воплощались в других мирах и измерениях, кроме планеты Земля Особенность воплощения на Земле это состояние амнезии, когда в человеческий ум устанавливается блокировка памяти после воплощения Так что мы не знаем, как вспомнить ни о мире души, ни о душах наставниках Что интересно, для совсем маленьких детей ситуация иная Можно увидеть одного двухлетних мальчика или девочку, играющих в песочнице с воображаемыми друзьями, которые могут и не быть просто воображаемыми Но к возрасту поступления в первый класс обычно такое восприятие и проблески памяти затухает, тогда и устанавливается блокировка как амнезия Они уже не помнят себя как души, они не помнят и своих друзей из мира душ Стоит отметить, что планета Земля это место для самоисследования Идея в том, что не зная тестовые вопросы до прихода сюда, вы решаете свои проблемы самостоятельно, в свое время и обстоятельства в данном теле Конечно, у тела могут быть и генетические проблемы Души выбирают себе тела и с проблемами, например, агрессивного поведения, либо же с химическим дисбалансом, что вызывает другие проблемы с поведением И эти проблемы воплотившимся необходимо преодолеть, чтобы постигнуть уроки, ради которых они пришли на Землю Отмечу, что это делается по замыслу Каждый из нас выбрал себе именно такое тело Заранее есть общее представление о том, каким именно будет это тело И души выбирают себе тела с помощью своих наставников для того, чтобы получить конкретные уроки Но есть и те души, кто воплощаются на других планетах без подобного рода амнезии Они могут быть там и летающими, и подводными существами, при этом очень разумными Они могут быть межпространственными сущностями, они могут быть огненными, водяными или газообразными Существует великое множество способов для нашего развития и понимания, кто мы такие на самом деле и о силе нашей энергии Земля это только одна из школ Какова конечная цель для души? Мне трудно употреблять слово Бог, потому что я пришел в это дело атеистом Я не верил в существование чего-то после этой жизни, кроме полного исчезновения Это мои клиенты, можно сказать, затащили меня во все это, кричащего и отбивающегося Только после нескольких лет работы и согласованности во многих клиентских сообщениях, которые я исследовал сам как гипнотерапевт В конце концов, привели меня к тому, что я могу сказать, что верю в существование силы больше, чем я сам, в источник всей жизни и разумности Идея перевоплощений в том, чтобы дойти до этого состояния совершенства, когда мы можем, скажем так, воссоединиться с тем источником, из которого возникли Есть ли в мире душ место веселью? Это одна из наиболее веселых сторон моей работы Некоторые люди думают, что я провожу слишком много времени во всем этом, и что я не принимаю всего этого очень всерьез Я верю, что мир душ — это место юмора и веселья, это не только одни дела и занятия с энергиями и сотворением, о чем я пишу в своих книгах Не только учеба и освоение уроков Да, это во многом есть, но там также отдыхают и восстанавливаются Многие клиенты рассказывали мне, как они играли в игры, некоторые из которых похожи на игру двух команд, сталкивающихся как шары энергии, чтобы объединить и смешать их разумную энергию, как на аттракционе врезающихся машинок Другие рассказывают про игры вроде вышибал с шарами энергии Есть и более эзотерические игры, например, отправиться на планеты, где нет разумной жизни, чтобы там порезвиться Там души не проходят уроки, а просто развлекаются и играют Когда я сказал о том, что в мире душ есть место юмору и игре, некоторых людей это расстраивает, ведь они считают все это чем-то очень серьезным Но я обнаружил, что это совсем не так Что насчет других миров? Вот что интересно из сообщений от людей, воплощавшихся в других мирах Существуют схожие моменты Возможно, те из приходящих на Землю также любят отправляться и в какие-то другие миры И то, что они встречают здесь на Земле, может быть похоже на ту среду из других миров Например, когда я говорю с большой аудиторией, я спрашиваю, скольким людям из присутствующих снились сны, где они летали? Обычно более 75% из них поднимают руки Затем я спрашиваю, скольким снилось, что они могут плавать под водой и дышать, будучи весьма разумной формой жизни? Около половины поднимают руки Затем я задаю еще более особый вопрос, скольким снилось, что они великаны и что все вокруг их меньше ростом? Поднимается всего несколько рук И затем я спрашиваю, кому снилось, что они очень маленькие существа, а все вокруг большое И таких обнаруживается только один, два из ста Это указывает на то, и наши сны также многое говорят нам о прошлых жизнях Что многие из воплотившихся на Земле также воплощались в мирах, где они летали или плавали И у меня были клиенты, рассказывающие о воплощениях как высоко разумные летающие существа в других мирах и как они выглядят Также и с водными мирами и их жителями, когда они могли плавать на глубине, о подводных поселениях И они выглядели не как киты или дельфины, хотя бывали и такие Но как существа настолько странного вида, что встречаются только в нашей мифологии И это, кстати, еще одна из интересных областей для изучения, потому что и мифология может исходить из подобного рода воспоминаний Также я скажу, что бывали и клиенты, у которых не было других воплощений, кроме как на Земле Но также и достаточно тех, кто жил в других мирах Что насчет сновидений? Я описываю в основном сны в трех категориях Когда мы очищаем подсознание по завершению дня, это подобно уборке дома, когда мы многое вычищаем оттуда Многое во снах похоже на короткое замыкание И у всех нас были сны, представляющие полную бессмыслицу Когда мы просыпались утром и думали, о чем это все? Или когда просыпались среди ночи во время сна и не могли понять, в чем смысл? У нас также есть сны, в которых решаются проблемы Мы ложимся спать с конкретной проблемой и каким-то образом, проснувшись утром, начинаем получать на нее ответы Это больше мыслительный вид сна, когда наша проблема анализируется, а состояние сна помогает ее решить И также у нас есть духовные сны, сны, о которых я говорил, с полетами, с подводным плаванием, где мы являемся иными существами и при этом не понимаем в обычном состоянии, что заново проживаем давний прошлый опыт Также замечу, что сны, решение проблемы и духовные сны могут совмещаться Во время сновидения мы можем получить помощь нашего наставника касательно какой-то главной проблемы, которую не можем решить днем, когда наши умы не открыты для получения информации от наставников, с исключением разве что занимающихся медитацией Так что единственный способ передать информацию нам, это состояние сна В общем, сны бывают разных типов Что насчет будущих жизней? Будущие жизни – это сфера, в которой я оказывался иногда случайно Некоторые мои коллеги много работают с прогрессией в будущее вместо регрессии в прошлое Я сам слышал от клиентов сообщения о будущем на звездолетах, например Но во многих случаях я не люблю работать с будущим, даже когда клиент может многое поведать мне Потому что с позиции вопроса, кармических уроков лучше не знать о том, что ему предстоит Я считаю, что важно самим раскрывать смысл через те ситуации в настоящем, с которыми мы встречаемся Так что я не занимался особо этой темой, но у меня было много клиентов, сообщавшихся о жизни в 21-22 веках Насколько в те времена будет перенаселена земля, о сильном загрязнении воздуха И что это будет нелегкое для жизни время Поэтому я и моя жена пришли к заключению, что лучше обождать лет сто перед следующим воплощением снова вместе Но я должен также сказать, что здесь присутствует и вопрос о самой природе времени Люди, спрашивающие меня, возможно ли заглянуть в будущее, внезапно сталкиваются с вопросом о времени как таковом В прошлом, настоящем, будущем, как существующих в одном едином моменте И это может их привести в замешательство Это не особо затрагивает, когда мы говорим о прошлых жизнях и нынешней Но обращаясь к будущему, мы обнаруживаем, что у времени нет абсолютности И не существует такой хронологии, как для нас на земле На самом деле, из мира душ мы можем смотреть и в будущее так же, как и в прошлое Если бы мы не могли делать этого, то не смогли бы и выбирать себе тела И не имели представления о предстоящих задачах Но мы подбираем для себя конкретное подходящее тело Так что при необходимости можно подойти к философской концепции о том, что прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны С современными учеными проделано много работы по этому вопросу Вся область квантовой механики основана на убеждении, что все является электромагнитной энергией света И что по сути время это движение, а не хронология Так что существует и более широкое понимание этого вопроса Что не существует в действительности такой хронологии прошлого, настоящего, будущего Как мы его обычно понимаем здесь на земле Это трудно признать, ведь мы видим, как солнце утром восходит, а к ночи заходит Что есть день и ночь, что мы стареем, мы видим, как все вокруг изменяется Так что для нашего восприятия это хронология И время очень важно как абсолютная категория, но такого восприятия времени нет в мире душ Когда мы перевоплощаемся Когда душа решает, и в этом ее поддерживают наставники Что настает время двигаться дальше и снова воплотиться Души отправляются в место, где изучают тела, из которых можно выбирать Я обнаружил, что у разных клиентов этот момент варьируется Кому-то предоставляется три тела на выбор, кому-то только одно Но не было такого клиента, кто бы сказал, что выбор ему не подходит Наставники и мастера знают так много о них и о том, что необходимо сделать Так что ошибки здесь исключаются Я обнаружил, что многие очень рады выбрать именно такое тело для своей следующей жизни Они выглядят так, будто идут в телестудию или в кинотеатр И смотрят на стоп-кадрах основные аспекты предстоящей жизни Чтобы увидеть, насколько подходит им как душе та личность и тело для воплощения Также оно рассматривается с точки зрения продвижения по своим задачам и урокам Я хочу отметить, что это крайне важная часть моей работы для понимания Как разум души сопрягается с эго-умом, с мозгом тела, в котором предстоит воплотиться человеком Как я уже отмечал ранее, разные личности души комбинируются с соответствующими телами И в утробе нами производится анализ, каков этот человеческий ум, насколько можно с ним соединиться То есть есть два аспекта ума Как только мы рождаемся, происходит это слияние Это не как если душа будто какое-то чуждое существо Плод малыша распознает эту разумную жизнь и приглашает ее Если бы можно было извлечь душу из тела, то остались бы выживательные инстинкты, грубые эмоции, вроде агрессии Что также на нас оказывает влияние Но эти эмоции более свойственны физическому телу И душа учится, как справляться с ними Сама душа привносит в тело интуицию, воображение, концепцию морали и подобного рода вещи Так что это очень важный момент, выбор нового тела и принятие решения, подходит ли оно для души Когда этот период осмотра завершается, души отправляются попрощаться со своими близкими душами и с группой, с наставниками И отправляются в утробу своей будущей матери, чтобы соединиться с плодом Что чувствует умирающий? Мои клиенты описывают смерть как очень красивое для них переживание Травматический эффект во многом просто исчезает после самой смерти Они поднимаются над своими телами и осознают, что являются бессмертными существами Боже мой, я не мертв! Такое восклицание я часто слышу Они смотрят на свое тело и вся память о том, кто они такие, о прожитом и прошлых жизнях Начинает к ним приходить Тогда они понимают, что только что прожитая жизнь это только промежуточный этап И это не значит, что они не могут печалиться о своей муже или жене рядом со смертным одром Или же о своих детях Но души не чувствуют печаль так же, как это делают люди, потому что они бессмертные существа Они понимают, что вскоре воссоединятся с теми, кого сейчас оставили позади И так же я скажу, что большинство чувствует в момент смерти две вещи Они чувствуют свободу и они чувствуют радость Что значит тревожная душа? Тревожные души — это души тех, кто, например, был убит Либо прожил очень травмирующую жизнь и поэтому очень несчастлив Можно сказать, что такие души были загрязнены своими телами Будь то генетические влияния или со стороны окружающей среды Что сказалось на очень трудной жизни Также, возможно, это юные души, которым еще трудно справиться с конкретными трудностями данного тела ума Но через что спокойно проходят более опытные души И есть множество причин, по которым душа может быть растревожена жизнью в теле И это наиболее распространенное Есть ли разные уровни душ? Я обнаружил существование трех основных разных уровней развития души В своей книге я описываю как начинающих, так и средних, переходных и развитых душ И есть также несколько градаций между этими уровнями Я думаю, что главное отличие между начинающими и переходными душами в том, что когда вы достигаете переходного уровня, у вас начинаются уроки как учителя Вы принимаете больше ответственности, у вас уже было много очень трудных жизней, вы с успехом смогли с ними справиться Один из главных моментов, на что смотрят наши наставники-учителя, это как мы обращаемся в своей жизни с другими Как мы поступаем с другими и как с собой И если это достаточно бескорыстные и отдающие люди, то можно понять, что возможно они движутся на переходный уровень А между переходным и продвинутым уровнем отличие в том, что в начале душа только учится быть учителем, а потом развивается до продвинутого учителя И у более развитых душ работа очень требовательная У многих из них есть несколько душ, которых они обучают в воплощении как на Земле, так и в других мирах У них есть также ответственность в мире душ, чтобы, можно сказать, вести целые группы душ, как духовные учителя, проводить уроки И работать с каждой индивидуальной душой по ее проблемам Так что есть существенная разница между начинающей и продвинутой душами Что насчет родственных душ? Тема родственных душ окутана заблуждениями Конечно, в мире душ, и о чем я говорил, касательно групп душ, у каждого из нас много родственных душ Наша группа может состоять из четырех, пяти разных душ, но может состоять и из двадцати пяти и тридцати Все зависит от того, насколько быстро мы движемся к более продвинутым этапам Можно поспорить на тему того, является ли ваша жена или муж вашими родственными душами Или же таковым является ваш друг или партнер по бизнесу Вполне может оказаться, что все они ваши родственные души, и все пришли из вашей группы душ Для меня наиболее интенсивное отношение родственных душ с теми, с кем нам нравится воплощаться как супруги С кем мы уже также встречались многие жизни, даже при этом меняя свой пол Например, в одной жизни были мужчины, а в другой женщины Это еще одно мерило продвинутости души Потому что также я обнаружил, что души воплощаются в основном только как мужчины или как женщины Пока не достигнут переходного уровня, где будут уже выбирать пол своего тела Родственные души – это очень важный аспект нашей жизни Порой мы получаем наши самые большие уроки с нашими родственными душами Что такое ориентация и перемещение? Ориентация – это когда ты идешь в мир душ пересматривать свою прошлую жизнь Рассматриваешь, что делал верно, а что нет Перемещение – это когда ты отправляешься в мир душ туда, где живешь с другими своими близкими душами из группы Вокруг вы также можете видеть и другие группы И последняя область – это когда вы движетесь дальше вперед Это время перерождения, вхождения в тело Когда после периода жизни между жизнями вы готовы войти в новое тело, в новую жизнь И проходить свои следующие уроки, которые раскроют ваше предназначение в жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok